Несмотря на злорадство и издевательство находившихся на Голгофе врагов Иисуса, к Кресту Его не побоялись приблизиться Пресвятая Дева Мария, Мария Магдалина, Мария Клеопова и апостол Иоанн. Архиепископ Иннокентий полагает, что они подошли ко Кресту только тогда, когда настала тьма, что раньше этого было бы небезопасно так явно выразить свое расположение к Иисусу, и что сама Богоматерь могла бы подвергнуться дерзким издевательствам, если бы была узнана врагами своего сына. Но едва ли можно согласиться с таким мнением. Трудно допустить, чтобы Богоматерь лишь издали смотрела на страдания своего сына. Нет, любящее сердце матери звало к нему туда, где страдает он один, окруженный злобными врагами, где не на ком остановить ему свой страдальческий взор. Всякому понятно, как тяжело страдать среди врагов, не видя вокруг себя никого, кто бы мог хоть бы своим расположением и вниманием облегчить душевные муки страдальца. Сердце же матери понимает это лучше всех и в своем влечении никогда не руководствуется соображениями об опасностях, какие могут угрожать. Вот почему надо полагать, что как только воины окончили свое дело и усели стеречь Иисуса, тотчас же Иоанн провел сквозь толпу Богоматерь, за которой шли Мария Магдалина и Мария Клеопова. И все они стали у креста, презирая всякие опасности. Весьма возможно, что они сначала стали так, что Христос и не заметил их. Быть может, это произошло от того, что крест окружали злобные враги, и не было места около него, чтобы стать поближе. Когда же враги насытили свою злобу и стали понемногу отходить от креста, к нему тотчас же приблизились Богоматерь и охранявший ее Иоанн, и стали они так, что Иисус увидел их. Поручение Иисусом Иоанну попечения о Богоматери С отшествием Христа из этого мира, Пресвятая Матерь его оставалась одна, и некому было позаботиться о ней. Иосифа в то время уже не было в живых. Так называемые братья Господни были сыновьями Марии Клеоповой, родственницей ее, и даже не были в числе последователей или учеников Иисуса. Других родных не было. Поэтому, увидев свою мать и стоявшего с ней любимого ученика своего, Иисус благоволел поручить этому ученику Иоанну заботу о ней, и, обращаясь к ней, сказал «Жену, се сын твой», а взглядом своим указал ей на Иоанн. Потом, обращаясь к Иоанну и указывая взглядом на свою матерь, сказал «Се, матерь твоя». От Иоанна XIX, 26-27. Об этом повествует сам Иоанн, добавляя, что «с этого времени ученик сей взял ее к себе», то есть принял ее в свой дом и до смерти ее заботился о ней, как сына матери. Евангелисты Матфея и Марк, говоря о женщинах, присутствовавших при смерти Иисуса и смотревших на Него издали, не упоминают о Богоматери. А из этого можно вывести предположение, что Богоматерь не присутствовала при самой смерти своего сына. Весьма возможно, что сам Иисус хотел избавить свою мать от ужасных душевных мук при виде умирающего на кресте сына и взглядом дал Иоанну понять, чтобы он увел ее к себе. Но тогда надо признать, что Иоанн увел Богоматерь, а сам вернулся ко кресту опять, потому что он говорит и о том, что после этого совершилось, и сопровождает свое повествование об этом такими словами. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину». От Иоанна XIX, 35. Трудно же, почти невозможно предполагать, что Иоанн, отведя Богоматерь в дом свой, тотчас же и оставил ее, оставил одну в такую ужасную скорбную минуту. Поэтому имеется достаточно оснований полагать, что Богоматерь оставалась до конца у самого креста или же в незначительном от него отдалении.